Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки Ишатра Авраама из Израиля, из города Нитании. Кстати, людям, проживающим в Нитании, хочу приобщиться к нашим урокам, приобщиться к нашему общинному центру. В первом комментарии будет ссылка на группу ватсап, и вы там будете постоянно получать информацию о всей нашей деятельности, всевозможные уроки и так далее. Мы стоим на пороге очень важного события. Намечается праздник Песах. Праздник Песах каждый год происходит в одно и то же время по еврейскому календарю. Это 14-го Ниссана вечером. В этот год это выпадает на 5-е апреля вечер. Это праздник, заповеданный Богом всему еврейскому народу. Так и было сказано, помните день тот, в который вывел вас Бог из Египта сильной рукой. Это конкретная заповедь всему еврейскому народу. Но лично я абсолютно уверен, что смыслы этих праздников полезны для человека любой национальности. И просто другое дело, что у народов мира, которые обозвали Тору Ветхим Заветом, украли знания об этом дне, иначе это не назовешь, а значит и украли возможность приобщиться к еврейскому народу в праздновании этого дня. И получить большое благословение с небес. Поэтому те, кто смотрит наши уроки, те, кто доверяет, что Тора это и есть истина Всевышнего, которую он передал еврейскому народу, но дал он эти знания и мудрость для всех народов мира. У вас будет такая возможность приобщиться и получить от этого праздника большое благословение. Поэтому мы сегодня, как мы это обычно делаем на наших уроках, не будем говорить об аллахических еврейских законах, а будем говорить об смыслах, скрытых смыслах этого праздника, о образах, которые должны быть на этом празднике. И поговорим приблизительно, как любой человек, который захочет приобщиться в это время, сможет сделать большое благословение для своей семьи, для своего дома, для своих друзей. И получить вот этот большой свет, большое благословение с небес, которое каждый год в этот определенный день, оно, можно сказать, сияет или влияет сюда, прямо с небесных высей, прямо в наше сердце, в наш дом, во все окружающие нас события. И мы разберем смыслы образов, связанные с этим праздником, которые полезны для любого человека. И сказано, что есть определенный день 14-го Ниссана. Надо понять, как это работает. 14-го Ниссана – это время. И мало кто задумывается вообще, что такое время. Что такое время. Ведь Всевышний, сказано, вчера, сегодня и вовеки, один и тот же, неизменный, одновременно. То есть, Всевышний может находиться одновременно вне времени, для Него не существует понятия «время», и одновременно находиться вместе с нами в том самом времени, которое Он сам создал. И таким образом мы можем понять, что время – это величина сотворенная. Вот так же, как вот у меня тут есть стол, я могу по нему постучать, я могу его пощупать, но это созданная вещь. Точно так же время. Я не могу его пощупать, я не могу его ощутить запахом, но это созданная величина Всевышнего. Поэтому, говорят, время течет, время неумолимо движется вперед. Вот я могу смотреть на себя в зеркало через каждые пять лет и видеть, что время надо мной как-то поработало. А если я посмотрю на свою фотографию 20 лет назад, я увижу, что время надо мной сильно поработало. И как мы это видим? Был Всевышний, и не было никого и ничего более. И в книге Берешит сказано, что первое речение сказал Всевышний «да будет свет». И объясняют нам наши мудрецы, что вот это было начало творения. Словами «да будет» было создано понимание времени. А когда он сказал «да будет свет» и был день один, не первый, а именно день один, то вот в этом свете было как бы запечатана вся идея создания неба и земли и все, что их наполняет. Все духовные сущности, все природные явления, душа и тело человека, все мероприятия, события, которые нас окружают, все было запечатано в первом дне, вот в свете этого первого дня. И так же самое там было все комбинации, которые человек может использовать, как бы используя свободу своего выбора. Ну, самый простой вариант, сравните это с флешкой. Вот есть флешка, и там на флешке уже все есть. Но когда ты ее вставляешь в компьютер, там открываются сразу разные программы. Там могут быть и схемы, там могут быть чертежи, там могут быть фильмы. И все это может быть на одной флешке. От чего-то ты будешь радоваться, от чего-то может быть плакать, от чего-то ты задумаешься. То есть в одной флешке собрана вся информация. Вот это свет первого дня. Это свет первого дня. И получается, что мы можем видеть дальше, что только на четвертый день, только на четвертый день, когда появилось солнце, появилась луна, появились звезды, то этот свет, можно сказать, мы его увидели в материальной плоскости, в материальном пространстве. И у нас появились времена года, у нас появились там неделя, день, сутки, секунда, минута. Все, чем мы пользуемся сегодня в обыденной жизни. Только на четвертый день. Поэтому мы видим, что есть разный свет. Есть и то называется свет, и то называется свет, но свет разного уровня. Это нам очень важно, чтобы понять вот смысл праздника Песах. И почему именно в эту дату сияет вот этот вот свет свыше. И объясняют нам наши мудрецы, что евреи вышли из Египта. Не потому, что произошло, вот они вышли, а потом сказали, ну теперь будет праздник Песах. А они вышли в этот день именно потому, что им сияла вот эта вот сила с небес. И Всевышний открыл им это окно, открыл им это время. И сказал, что им надо сделать для того, чтобы вот сделать вот этот вот исход из египетского рабства. И отсюда мы можем понимать, почему у людей есть такая склонность к гороскопам. Это сегодня очень модное явление. Потому, что действительно в этих всех звездах, планетах, там есть сосредоточение божественных сил. И естественно, сегодня люди научились и раньше всегда это умели делать. Раньше Всевышний открыл изначально первому поколению людей, как работают все эти силы. И эти силы действительно, люди это все узнавали. Почему и начали поклоняться Солнцу, Луне, природным явлениям. Потому, что они понимали, что это реальные божественные силы. Просто они начали поклоняться изделию вместо источника этой силы. И это есть идолопоклонство. Это и привело человечество к идолопоклонству. Поэтому первый, кто сошел с этой идеологии, это был человек по имени Авраам. И у нас есть история, когда Авраам в молитве общается с Всевышним. И говорит, у меня не может быть детей, потому, что я вижу это по звездам. Мы с Сарой не можем иметь детей. И там сказано, что и вывел Всевышний Авраама. И говорит, посмотри на эти звезды. И я даю тебе дополнительную букву. К твоему имени стал он Аврагам. И теперь ты вообще не должен реагировать на все эти небесные светила. Потому, что твой источник питания, подпитки, это свет вот этого первого дня. То есть, ты выше этих всех звезд, выше всех этих явлений природных. Потому, что с этого момента я заключаю с тобой завет. И точно такая же идея, вот она эффектна и на праздник Песах. Потому, что это было абсолютное чудо. Абсолютное, так и сказано, что помни этот день исхода, что рукой крепкой вывел я вас. Что это не вы сами придумали. Что это не фараон в чем-то ошибся. Это не вы такие мудрые. Это именно благодаря моей небесной милости. И поэтому это надо помнить всегда. И детям своим передать. И праздновать этот день. Потому, что эта сила, так же самая, та же самая сила, которая работала во время выхода еврейского народа из Египта много тысяч лет назад. Каждого 14-го Ниссана, эта сила, по милости Божьей, работает здесь, на планете Земля. И весь еврейский народ знает, что нужно сделать. Потому, что все описано. Есть полностью прописанная инструкция. Это так и называется Седр. Седр это порядок. Как надо отпраздновать этот день. Что надо сделать. Какими молитвами помолиться. Для того, чтобы принять эту силу. И чтобы выйти очередной виток из египетского рабства. Мы с вами говорили, что такое египетское рабство. В образном понимании для каждого человека. Это все виды угнетения человека. Это и физическое угнетение. Это и моральное. Это нереализованность себя. Если человек задумается, он может увидеть множество комбинаций. Есть человек, например, богатый деньгами. Но у него все плохо в семье. У него невоспитанные дети. У него много горечи внутри по этому поводу. Есть человек, наоборот. У него нормальная семья. Но у него горечь по поводу денег. Его над ними издеваются на работе. Вот это все и называется Египет. Мицраем теснины. И если так задуматься. То у каждого человека эти теснины. Потому, что жить сегодня. Так эти теснины все время пытаются сжать человека. Идет какая-то внутренняя борьба. Те люди, которые умеют с этим бороться, борются. Но все равно есть какие-то теснины. И тут наступает 14-е Ницана. И человек понимает. Сегодня день Божьего благоволения. Я могу получить силу с небес. И буду справляться с этими всеми удручающими факторами. Гораздо лучше. Гораздо приятней. И все будет с Божьей помощью. Следующий момент, что надо пронять по Песах. Про Песах. Само название Песах. Песах. Что же такое слово Песах? Слово Песах открывает нам идею, как скачок. То есть перепрыгнул. Перепрыгнул. Есть разные комментарии на эту тему. Но я бы сегодня хотел в таком смысле поговорить о вот этом вот скачке. Например, когда человек избавляется от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Вот как это происходит? Это происходит какой-то процесс последовательных действий. Это какое-то длительное время. Это длительные усилия. Это какая-то работа. Один этап взяли. Потом второй этап взяли. Потом третий этап взяли. Ну, это можно сравнить. Например, вот я как спортсмен, мне пришла сейчас такая идея. Например, человек занимается спортом. Он год тренируется. Потом выиграл одно соревнование. Потом два года еще тренируется в более жесткой системе. Готовится к соревнованию более какого-то уровня. Потом опять тренируется. Ездит на сборы. Годами не доедает. Там вес сбрасывает. Но за всем этим дисциплинированно смотрит. Выиграл еще одно соревнование. В спорте оно так и происходит. В материальном мире оно так и работает. Но духовный мир устроен чуть-чуть иначе. И Всевышний нам приоткрыл такое окно 14-го Ниссана. Это происходит скачок, скачок. Без вот этой длительной работы. По милости Божьей. А вместо того, чтобы делать всю вот эту работу, ее надо проговорить. Надо помолиться. Надо отпраздновать этот праздник. И это засчитывается как работа. И тогда в душе человека добавляется больше света, больше силы. Раскрываются силы души. И человек начинает двигаться дальше. Прямо от этой точки 14-го Ниссана. Человек должен перескочить на новый духовный уровень. И двигаться дальше к своей жизни. И так каждый год, каждый год, каждый год. Вот какие-то обстоятельства и Песах. Вот какие-то обстоятельства и Песах. Если в принципе разобраться, каждый еврейский праздник, он так и выглядит. И поэтому сказано, что в этот день соберитесь своей семьей. Обязательно должны присутствовать дети. Потому что надо было обязательно, это заповедь, научи сына своего. То есть передай всю эту идею. Вот все, о чем мы говорим. Расскажи ему, как рабами были мы у фараона. Объясни ему, какие виды угнетения бывают. Как это все было плохо. Чтобы он теоретически мог все это ощутить в этот день. Чтобы ему никогда не приходилось ощущать это практически. Это как говорят про мудрого. Что есть мудрый, есть умный. И какая между ними разница. Что умный с честью выйдет из такой ситуации, куда мудрый просто не попадет. Так вот, благодаря таким божественным скрытым тайнам, божественной мудрости. Когда мы доверяем Богу, принимаем это в свою жизнь, то мы можем быть избавлены от множества, множества проблем, из которых потом надо будет умно, как говорится, выгребать или выходить. Вот. И поэтому так и сказано, что вот есть четыре слова. Четыре слова, которые символизируют вот эту вот свободу, на которую выходил еврейский народ. И Всевышний так сказал, что я вывел вас и спас вас и освободил вас и взял себе. Ну и вроде бы такие человеческие слова, они нам непонятны. Ну как бы вывел, спас, освободил. Вроде все одно слова, синонимы каких называют. Но если глубже разобраться, то объясняют здесь наши мудрецы, что как раз вот эта свобода и происходила на всех уровнях. На материальном, на уровне ощущений души. Потому что когда человек сидит в депрессии, когда он униженный, когда он даже сам себя поедает. Вот что-то сделал человек такое в жизни и сам себе простить не может. И винит себя всю жизнь. Все. И сидит душа в тюрьме ничего хорошего, потому что вот это уныние, унылый дух, он сушит кости, как сказал мудрый царь Соломон. То есть это влияет на его здоровье, на его поведение, на его окружение. И всю жизнь человек вот так сидит. Или ненависть кому-то. Раз поссорился, всю жизнь люди ненавидят друг друга. Из-за этого рушатся семьи, рушится все. Или человек, который не может реализовать себя. Он чувствует внутри себя потенциал, но никак не может его реализовать. И он смотрит на других, завидует другим. Начинает вместо того, чтобы работать над собой, начинает искать проблемы в других людях. И ряд, ряд, ряд из-за этого вот выходит негативных событий, которые просто мучают человека. И создают вот этот Митсраем, вот этот Египет, теснины. Человек находится вот этих в узости своего ума, в узости своего сердца, в узости своего поведения. Закомплексованный, зацикленный, нереализованный. И вот это вот все, о чем здесь говорится. Что я вас и выведу, и спасу, и избавлю, и возьму себе. Благодаря чему? Потому что вы восстановите взаимоотношения с Богом. Все началось с того, чтобы восстановить взаимоотношения с Богом. И вот мы посмотрим с вами некоторые моменты, которые полезно сделать вот в любой семье. Не брать какие-то законы аллогические. Просто собралась семья. На столе должны присутствовать некоторые предметы. Самые важные предметы. Вот я бы мог порекомендовать такие четыре предмета. Это не какая-то обязательная программа. Это можно расценивать как лично мой совет. На основании того, что я изучаю для еврейского народа. И я понимаю, что все это полезно для любого человека, для любой души. Вот как это делается? Я буду сравнивать это с еврейским столом. Берется или куриная шейка, или ножка куриная. Это чисто символическое явление. Обжигается на огне. И она находится на столе человека. Следующее, что там должно находиться. Горькие травы. То есть берется, например, лист салата. Или лук зеленый. Или лист салата с хреном. Это обязательно должно быть что-то горькое. Желательно такое горькое, чтобы аж слезы пошли. Чтобы человек не просто посмотрел на это, а чтобы он вкусил это, съел это, прочувствовал горечь, задумался над этим. Понимая образы этих явлений. Третье, это должна присутствовать, конечно, маца. Мы сейчас немного разберем каждый предмет. Должна присутствовать маца. Конечно, ни булка никакая, ни хлеб никакой. Никакой сдобы. Потому что тут надо добавить, в еврейском доме это обязательная заповедь. Ну, для других людей такой заповеди нет. Но человек, который хочет, он может сделать то же самое и в своем доме. Например, в своих домах мы убираем все, что называется хамец. Потому что хамец это антимаца. Вот если понять, да. В чем ее разница? Очень просто понять. Берут одно и то же количество муки. Например, стакан. Туда добавляют дрожжи. И получается вот такая вот булка. Тот же самый стакан муки, без дрожжей. Просто на воде. Быстренько замешивают. И получается вот такая маленькая, тоненькая пластинка хлеба. Задается вопрос, что это нас учит? На что это нас намекает? Почему надо было, надо убрать из дома все, что связано с дрожжами. Все, что может закваситься. Так объясняют нам наши мудрецы, что вот это вот символ, можно понять его на жизни человека. Смотришь, обычный нормальный человек. Но у него денег чуть-чуть больше, чем у другого. У него работа попрестижнее. Он начальник. И смотришь, тот же самый человек, как и все. Но смотришь на его поведение. Вот такая вот булка. Так вот это время, когда каждый человек должен задуматься, что та работа, которую имеют, тот уровень достатка. Это все благодаря Богу. Все благодаря Богу. Это за одну минуту он может все поменять. Он может все изменить. Поэтому в этот момент надо осознать свою скромность. Осознать свое смирение. Осознать, кто вообще хозяин и благодаря кому я все это имею. Я бы это назвал тренинг для собственной души. Только должен человек к этому отнестись серьезно и действительно проработать и на уровне мысли, и на уровне переживания. Все вот эти предметы он должен осознать, задуматься. Потом пережить какое-то ощущение по этому поводу. Что такое свобода? Что такое смирение? Как это должно выглядеть в моих эмоциях? И когда все он это делает, вот именно в этот день, то происходит большой результат. Его душа наполняется, очищается. Она наполняется силой, наполняется вдохновением. Раскрываются разные качества, интеллектуальные, эмоциональные. И человек делает вот этот вот скачок на новый уровень. И еще важный предмет, это 4 бокала вина. Их выпивают постепенно. И каждый бокал вина сопровождается определенной молитвой. И молитву тоже. Есть написанные молитвы. Человек, который захочет, он может взять себе пасхальную агоду в интернете найти. И помолиться по тексту, который там написан. Человек, который может осознать и понять, о чем молитва. То он может помолиться после каждого бокала. Например, поблагодарить Всевышнего за то, что он дает ему избавление, которое выше сознания человека. Есть вещи, мы об этом часто говорили, которые связаны с генетикой человека, связаны с ранним детством человека. Связаны с тем, что он чувствует, он ощущает, что что-то ему мешает, но он не понимает, что. И по этому поводу люди начинают обращаться к всяким знахарям, всевозможным шарлатанам. Редко кому попадется какой-то нормальный человек, понимающий духовный мир, который сможет ему это посоветовать. Почему-то чаще всего люди ищут каких-то шарлатанов. И тогда они еще больше усугубляют свою проблему, потому что чаще всего, как это работает, на начальном уровне человеку помогают. Но потом, естественно, потому что приобрел он это неправильным путем, не через молитву к Богу, не через просьбу, чтобы Всевышний помог ему. А какими-то другими методами, то, естественно, эти методы в конечном итоге приведут к еще более запущенному состоянию, чем он начал от начала. Но за это время человек успеет порадоваться, порекомендовать этого шарлатана многим другим людям. И так этот процесс часто работает. Вот сегодня в телевизоре часто включишь какая-то там Марфа, что-то она там предвидит, изучает, разгадывает, расколдовывает. Вот, поэтому надо задуматься, когда человек обращается от горести, от безысходности. Есть кошерный путь. Кошерный путь, он называется с Божьей помощью. И когда человек обращается за помощью Бога, и так вот в этот день человек молится и благодарит Бога за то, что он дает ему выпрыгнуть из вот этого неосознанного, бессознательного. Следующий бокал вина, о чем говорит, это наш разум. Надо попросить Бога, чтобы он дал возможности получить правильные смыслы жизни. Потому что, когда у человека он не понимает смысла в жизни, то это тоже, это приводит к долгой дороге, к долгому изнаренному труду и нереализованности себя. Потому что часто человек занимается тем, и внутри он понимает, он может и 20 лет, и 30 жить с одним ощущением. А зачем мне это вообще все надо? И кому это все надо? И просто он не знает, как из этого лабиринта выпрыгнуть. Вот и все. Поэтому вот очень хорошее дело, если человек осознал, он понимает, что он молится всемогущему Богу. Следующий бокал вина, это внутреннее эмоциональное состояние человека. Вот эти все самоунижения, огорчения, депрессии, нет радости, нет настроения, нет ощущения какой-то жизненной энергии, востребованности. Молишься Богу, на этом уровне тоже работает. Следующий момент, огорчение физического уровня. Это может быть все проблемы Эдемского сада, далеко ходить не надо. Говорит, в проклятии будешь зарабатывать себе на хлеб. Рожать детей с детьми тоже проблема будет. В воспитании детей, когда дети наглые, невоспитанные, непочитающие родители. Большое огорчение. Муж будет владычествовать, он властвует над женой. Там есть разные смыслы этого всего. Но даже в простом смысле. Когда семья живет и живут просто номинально, просто сожительствуют. Потому что дети общие, потому что деньги общие, потому что дом один на двоих и некуда пойти. Это все теснины, это все Египет. И нужно принять решение. Человек не может принять решение, если не дано ему будет сила свыше. Так вот этого 14-го Ниссана надо как раз и получить эту силу. На всех уровнях и надсознательное, и осознанное, и ощутимое, и физическое. Вот это четыре бокала в любой семье. Человек, который немножко понимает эти смыслы, он может рассказать это своей семье, своим близким. Поднять бокал, помолиться Богу вместе со всеми. И если все так же само это сознают, то будет очень хорошая польза для всех, кто присутствует на таком вот седере, на таком празднике, именно в эту правильную дату. Тут еще есть одно значение слова Песах. Песах, уста говорящие. Поэтому вот это вот, что такое проговаривание? Рассказать о смыслах каждого предмета. Помолиться Богу. Все делается устами. Все делается прямо вот в эту ночь 14-го Ниссана. И для чего тут должны быть горькие травы? Тоже очень важный момент. Потому что когда очень важно для начала рассказать исторические события праздника. Даже люди другой национальности, они могут рассказать своей семье, что вот был народ. Такой-то, такой-то. Назывался Еврей, Израиль. Вот получили Тору потом. И рассказать всю историю праздника. Как они оказались в Египте. Как вышли. Десять казней вспомнить. Все это берется книжечка. Быстренько прочитывается. Все ознакомились со всей этой ситуацией. Как бы с внешней идеей, с исторической идеей. А потом рассказываются внутренние смыслы. Вот именно Песоха. Вот именно вот этого исхода. Почему Маца? Почему горькие травы? И, кстати, за горькие травы. Объясняют нам наши мудрецы, что символизируют горькие травы. Чтобы помнить горечь рабства. Помнить вот эти теснины. И тут очень важно. Очень важно сделать такое немножко противоречие. Убрать всякое чувство вины. Вот когда человек думает за себя, и у него есть какая-то горечь. То нужно убрать всякое чувство вины. Надо убрать все вот эти негативные, депрессивные состояния. Просто отказаться от них. И на вот этот момент просто аннулировать их внутри себя. Можно сказать, усилием даже своей воли. И тогда помогают свыше, происходит очищение. Но память остается здесь. И даже если у человека бывают люди разного возраста. И у человека нет еще каких-то горести. Он еще ничего не понимает. Но можно так рассказать, как евреи страдали в Египте. Что такое вообще страдания. Как их угнетали. Тяжелый заработок. Моральное угнетение. И так далее, и так далее, и так далее. И человек может через уста говорящий. Он может запомнить это так, что он никогда не захочет попадать в такие ситуации. И будет держаться за Всевышнего. И будет стараться жить путями Бога. Стараться жить по законам Божьим. И стараться быть добрым и хорошим человеком. И вот часто люди не понимают, что действительно одна ночь, как это может все поменяться. Оно меняется. Оно меняется на том уровне, который нам не подвластен. Но потом, что происходит, люди, которые думают, вот одна ночь и все. Нет. Происходит работа на самом вот этом вот высоком духовном уровне. А потом, что начинает человек? Человек начинает стараться жить по заповедям. Стараться молиться Всевышнему. Стараться изучать Тору. Особенно скрытые смыслы Торы. Сегодня, слава Богу, это доступно. И благодаря урокам через интернет возможно. Ведь раньше, смотрите, у кого-то был хороший учитель, он имел возможность учиться. Не было ни интернета, а еще раньше книжек было, это большой дефицит. У людей не было возможности учиться. Сегодня слово наполняет землю. Сегодня это уже доступно. Поэтому любой человек, который захочет, Вот, как мы в прошлой главе говорили, Когда кто-то из вас захочет принести жертву, Так когда кто-то реально захочет, он найдет. И надо этим заниматься. И вообще, вот это вот вино, мы говорили с вами, да, Что вино символизирует тайну. И тайна это и есть вот эти скрытые смыслы Торы. Потому что, когда человек изучает только устную Тору, Только прямой смысл, законы прямые, все, Ну, то так можно стать и роботом тоже. Все делать правильно. Все не делать, чего нельзя. Но что-то теряется у такого человека. Потому что вот скрытые смыслы, Они вдохновляют душу, Они раскрывают душевные качества. И человек полноценный, он должен влиять и на душу, и на тело. И поэтому скрытые смыслы Торы, Это очень важно, чтобы люди могли это изучать. Причем это учение сегодня открыто для всех народов, Оно приносит пользу. Другое дело, что человек должен захотеть это изучать. Ну и в конце трапезы, конечно, очень важно, Вот как за еврейским столом говорится, Что, а в будущем году в Израиле. То человек уже в конце трапезы, Он говорит, что это сегодня не конец всего. А это меня ожидает еще счастливая дорога в будущем. Я буду молиться Богу, изучать Тору, Буду делать все, что мне необходимо. Буду стараться, короче, Расстроить близкие отношения с Всевышним. Потому что это самое главное, Что необходимо сделать человеку. Ну и еще, конечно, очень важно, Так как сказано, это конкретный заповедь для всего еврейского народа, Что и сына своего научи. И вот это очень интересно, Когда вся семья собирается за столом. Ну, передаются какие-то знания. Вот я поделюсь с вами, Как у меня когда-то произошло, Когда я еще ничего этого не понимал. И приехали мои родственники, Моя родная сестра со своим сыном. Они приехали к нам в Украину. И как раз был праздник Песох. И мой племянник, Ну, он молодой парень еще был, Тогда вообще, не помню сколько лет, 14, наверное, ему было. И нас всех посадили за стол. И вот это все он приготовил. И он читал с книги, Вот эту Агаду, Все это читал. Я сидел, Я тогда ничего не понимал, Я тогда и в Бога еще не верил. Я сидел, слушал его, Только из-за уважения. Ну, потому что это же мой племянник, И молодой старается так, Я не хочу его как-то огорчить. И просто сидел и слушал. И ничего тогда не понял, Не получил какой-то никакой пользы, Как я думал. Но только впоследствии я понял, Что что-то в меня все-таки вошло. Что-то все-таки вошло На каком-то подсознательном уровне. Потому что после того, Когда я познакомился с Торой, И побывал уже еще раз на таком празднике, То у меня все вот эти вот точки соприкосновения, Они соединились в одну большую картину. И это так работает. Поэтому надо на трапезу пригласить гостей. Пусть они даже не знают. Пусть они внутренне смеются. Они смеются, А польза все равно идет. И мы видим, Что очень важно сыну рассказать. Поэтому по традиции еврейской, Есть четыре вопроса, Которые сын задает отцу, И отец ему отвечает. Это все тоже вы сможете посмотреть, Пасхальное годе, Кто захочет разобраться. Но я скажу в двух словах, Что вообще влияние на потомство, Это очень важно. Это даже тут можно с двух сторон посмотреть. Ну, во-первых, Это правильно по сути вещей, Потому что, ну, Всевышний так устроил мир, Что родители должны передать Что-то полезное своим детям. Особенно нравственность, ценности, Научить ребенка поддерживать связь с Богом. Это все ответственность родителей, Которые это умеют. Которые это умеют. И вот, мне недавно попался Интересный комментарий Ребе Любавического, На главу, когда, по-моему, Кипикудей она называлась, Там, где приносили женщины жертвоприношения. И он там приравнивает, Что когда строили храм, Женщины приносили, Что они там приносили? Они приносили серьги, Они приносили кольца в нос, Они приносили перстни, И приносили браслеты. И Ребе берет вот образ этих предметов, И рассказывает, как комментарий, Что в этом есть скрытый смысл, Наставление, Как родители должны учить своих детей. Что серьги, они символизируют, Что родители должны слышать, О чем дети разговаривают Со своими сверстниками. И тогда, что получается, Потому что, если что-то плохое происходит В разговоре своего ребенка, Значит, он откуда-то подпитывается Каким-то негативом. Значит, есть кто-то, Кто влияет на него. И родители могут мудростью Все это обезвредить. Все это обезвредить. Что такое кольцо в нос? Ребе объясняет, Что это должен быть у человека нюх По отношению к окружению его ребенка. То есть, это является ответственностью родителей. Пока он еще маленький, Ну, чтобы не ломать человека, Но мудростью как-то избавить его От неправильного окружения, От неправильного влияния. Это есть задача родителей. Что такое перстень? Перстень одевается на палец. Ребе объясняет, Что перстень символизирует Направить к его к учению Торы. Направить его. Каким образом? Сядь, помолимся вместе. Давай почитаем вот что-то вместе. Давай перед сном вместе прочтем Вот какой-то комментарий интересный. То есть, это задача родителей В том времени, Пока это еще возможно, Направить ребенка. И что такое браслеты? Ребе говорит, Что это твердость, Что иногда ребенок делает вид, И родители говорят, Ну, хорошо, так и так, и ладно. Он говорит, Нет, здесь надо проявить настойчивость, Чтобы увидеть, Что он зажегся, Что ему это интересно, Что его это волнует. И для этого надо как подержать Немножко крепкой рукой В каком-то времени И быть настойчивым в этом плане. Да, это как зажигание свечи. Свечку, если просто спичкой кнешь, Она сразу не зажигается. Но если подержать, Немного подержать, Она сама разгорится, Тогда можно убирать руку. Да, вот это такие четыре влияния. Почему? Потому что дети есть разные. Такие люди есть разные. И вот эти четыре вопроса, Как раз вот нам Урок из этой пасхальной годы. Сказано, что Есть четыре вопроса. И четыре вопроса такие. Один приходит и говорит, А что это у нас тут происходит? То есть, он говорит, Это у нас. Ему все интересно. Он себя ассоциирует Вместе со всеми на Божьем празднике. Это человек мудрец. Другой человек приходит И задает вопрос, А что это тут у вас такое? Это грешник. Это беззаконник. Он оказался здесь случайно. Кто-то его привел. Но он себя не Не причисляет к данной компании. Он сидит надменный. Ему это неинтересно. Следующий человек Приходит и говорит, А что это? Такой человек называется наивный. Он не сильно вдается в подробности. Ему чуть-чуть интересно, Чуть-чуть не очень. Но он тут тоже присутствует. Вот тоже оказался за этим столом. И четвертый человек, Который не умеет задать вопрос. То есть, у него нет вопроса. Его позвали на праздник. Он сидит за столом. Видит мацу. Видит четыре бокала вина. Видит горькие зелени. Видит остальные все эти атрибуты. Но у него нет никакого вопроса. Так про такого сказано. Ты сам скажи ему. И здесь есть во всех этих четырех явлениях очень большое назидание. Что каждый человек, он имеет разную степень подготовки. У кого-то еще нет запроса. Он еще думает, что у него пока все хорошо. Пригласи такого человека, пусть тоже празднует. А кто-то вообще сидит и надсмехается как-то. Пусть надсмехается. Пусть надсмехается. Но его надо правильно посадить. Вот если мы увидим в этой последовательности идет мудрец. Потом грешник. Потом наивный. И потом не умеющий задать вопрос. То задается вопрос, по какому качеству их вот так распределяли этих людей. Ведь, ну, в принципе, лучше тогда грешника посадить в самый конец. Потому что он самый, как бы, низкий уровень духовности. Те хоть что-то там как-то. А он вообще над всеми смеется. То обратите внимание, что его посадили рядом с мудрецом. Почему? Потому что мудрый человек может повлиять и на грешника. Может повлиять и на грешника. Потому что мудрый человек, он умеет это делать. Он не ломает человека. Он не указывает человеку. Он не с позиции гордости какой-то, надменности хочет помочь человеку. Он реально хочет, как бы, сойти на его уровень мировоззрения. И немножко добавить свет. Он знает, сколько надо добавить. Какую норму надо дать человеку, чтобы, ну, просветить его мозги на каком-то уровне. То очень интересная такая складывается картина. И мы можем понимать, что к людям надо относиться по-доброму. Надо понимать, что каждый живет своей жизнью. У каждого своя душа. У каждого свое прошлое. И поэтому каждый человек находится на своем уровне. Но интересно, что все они достойны быть на этом празднике. И поэтому, когда человек организовывает, он и организовывать так должен. Позови друзей, позови соседей, позови кого-нибудь, позови того, кто придет. Кто придет, то так и хорошо. Сделай для всех праздник. Объясни эти все смыслы. Помолитесь вместе этими молитвами. И вы увидите большие чудеса. Большие чудеса. Кто-то увидит сразу, кто-то увидит позже. Кто-то еще чуть-чуть позже. У кого-то будет больше, у кого-то чуть-чуть меньше. У каждого будет по-разному. Но процесс будет обязательно идти. Процесс будет обязательно идти. Всем я желаю хорошей подготовки к Песоху. И 14 Несана все вместе, дружно будем сидеть перед Всевышним и получать свое чудо. Причем пророк Ишаягу писал, что придет время и народы, они признают еврейские праздники. Вот Ишаягу 66 глава, там так и сказано. Возрадуйтесь с Израилем, все любящие его, чтобы и вам насыщаться цесов утешения его. Возрадуйтесь с этими праздниками. Что такое радость Израиля? Это праздники, это наши праздники, которые Всевышний открыл нам особенные времена, когда Он с неба помогает нам. И Он говорит, пожалуйста, и народы, приходите вместе с Израилем. Не вместо Израиля придумать другие праздники и непонятно, что делать. А вместе с Израилем осознайте, поймите смыслы. И насыщайтесь, и все у вас будет хорошо. На этом наш сегодняшний урок окончен. Всех хорошей подготовки к празднику и будьте здоровы!